Ассаляму алейкум. У алейкум ассалям. Я Абдул Салам из Бирмингема, Великобритания. Разрешено ли в исламе отмечать дни рождения? И аналогичный вопрос задает Айша из Чикаго, США. Ассаляму алейкум. У алейкум ассалям. Если праздновать день рождения не разрешено в исламе, из-за совершения неисламской активности, тогда можем ли мы позвать наших друзей на день рождения и проводить исламские лекции и исламские виды деятельности? И похоже, вопрос... Меня зовут Абдул Мнис, я из Кашмира, незаконно оккупированного Индией. Мой вопрос к вам. Можно ли поздравлять с днём рождения кого-то? Разрешено ли это в исламе? Все три вопроса связаны с днём рождения. Первый вопрос. Разрешено ли отмечать дни рождения? Второй. Если деятельность в дне рождения является неисламской, можно ли устроить праздник по случаю дни рождения с исламскими видами деятельности? И третий. Можем ли мы поздравлять с днём рождения других? Что касается праздного дни рождения, наш любимый пророк, да богословит Ю Аллах и приветствуй, сказал, что есть только два праздника в исламе, два ежегодных фестиваля, два аида, Идуль-Фитр и Иудуль-Адха. Первый после окончания Рамадана, праздник разговения, и второй, Идуль-Адха, праздник жертвоприношения. У нас есть только эти два ежегодных праздника, в которых дозволено праздновать. И также пророк упомянул, что еженедельный праздник — это пятница. Поэтому у нас есть один еженедельный и два ежегодных праздника. Так что любые праздники, которые отмечаются ежегодно, каждый год, за исключением этих двух праздников, праздник разговения и праздник жертвоприношения, идут против религии ислам. День рождения — это больше западная культура. Это не исламская культура. А против учения ислама. Поэтому оно недопустимо. Любое празднование, которое делается на ежегодной основе, будь то годовщина свадьбы, будь то День Святого Валентина, будь то День Матери или День Учителя, все эти типы дней или ежегодных празднований, кроме двух исламских праздников, не разрешены в исламе. Если у вас нормальное собрание или вечеринка для поздравления, нет проблем. Если у вас свадьба, и вы проводите свадебную вечеринку или праздник, в этом нет проблем. До тех пор, пока на этом празднике не сделано ничего харамного. Это разрешено. Как праздновать хорошие вещи, как заключение брака или выпускной, один раз нет проблем. Но делать это ежегодной традицией, к примеру, вы говорите, у нас годовщина свадьбы. Это недопустимо в исламе. Это основное правило. И есть другие причины, по которым они не дозволены. Многое из того, что делается в днях рождениях, это против учения ислама. Если вы вернётесь к истории торта, как он появился на днях рождениях, вы узнаете, что это со времён греков. В то время, в старые времена, они делали торты, которые были медовыми, с круглой формой, похожей на луну. Это для поклонения лунному богу. Это был круглый медовой торт, похожий на луну. И они ставили свечи на них. Так что это было почтение богу луны. Также, если вы прочитаете историю, вы узнаете, что в Германии, в 15 веке, их использовали для выпечки тортов. Это было обычным. И также это есть в римской истории и так далее. Сегодня у нас ставят свечи в зависимости от того, сколько вам лет. Если тебе 10 лет, ставят 10 свечей. Если тебе 20, ставят 20 свечей. Или иногда они ставят одну дополнительную свечу, чтобы сказать, что ты собираешься провести ещё один год. В этой теме есть много культур, есть много идеологий, много суеверий. Затем люди поздравляют, затем загадывают желания, затем задывают свечи. Вы знаете, хотя люди говорят о гигиене, обычно, когда ты задуваешь свечу, ты дуешь на торт. Согласно исследованиям, когда вы дуете на торт, в торте появляется в 14 раз больше микробов до того, как вы задуете. Так что представьте, что мы говорим о гигиене, но мы задуваем свечи, тем самым выбрасывая микробов, и они попадают на торт, и мы раздаём этот торт всем. Мы говорим о гигиене, говорим о науке, но всё это не гигиенично. Есть различные и другие мероприятия, связанные с днём рождения, которые могут быть запретными. Например, в большинстве сегодняшних днях рождениях включает музыку, которая является харамом, танцует перед всеми, что также является харамом. И также есть непристойность, что является харамом. Так что есть много действий, которые противоречат учению Корана и Сунна. Но главное, само празднование не дозволено. Это харам. И второй вопрос был, что если у вас будет праздник без запретных действий, просто вечеринка дня рождения, и в ней читается исламская лекция, допустимо ли это? Читать исламскую лекцию – это хорошо. И ты можешь делать это в любое время года, в любой день в году. Но специально собираться в этот день рождения, потому что я родился в этот день, 19 сентября, и проводить исламскую лекцию – это недопустимо. Проводить исламскую лекцию в любой день разрешено, но проводить каждый год только в тот конкретный день – это недопустимо. Кроме того, праздновать дни рождения духовных лидеров, посланников, таких как Иисус Мирьему, это может привести к ширку. Празднование дней рождения знаменитостей или известных личностей – это приводит к поклонению идолов. И всё это против учения ислама. Относительно последнего вопроса – допустимо ли поздравлять кого-либо с днём рождения? Когда сумма празднования дня рождения недопустимо, что уж говорить о поздравлении кого-то с днём рождения? Обычно, когда человек рождается в определённый день, жизнь каждого человека уже предопределена Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля. И факт в том, что когда наступает день рождения, это означает, что он будет жить на один год меньше. Так что это повод для празднования или повод для того, чтобы задуматься? Так что это нелогично поздравлять кого-либо с днём рождения, потому что ему исполнилось 20 или 30 лет, тогда как на самом деле он приближается к своей могиле. И независимо от того, подходите ли вы ближе к своей могиле или нет, празднование дня рождения как такового не разрешено в исламе. Даже если оно включает исламскую деятельность, празднование как таковое не разрешено. И как я уже упоминал раньше, большинство дней рождения сегодня связаны с ширком и связаны с неисламской деятельностью, с музыками и танцами. Поэтому мой совет мусульманам, братьям и сёстрам и мусульманским детям, что мы должны держаться подальше от таких культур, которые против ислама и против учения Корана и Сунны. И мы не должны отмечать эти ежегодные мероприятия, которые не являются частью исламской культуры и исламских учений. Надеюсь, я ответил на вопрос.